На канал The Get поступил следующий вопрос. Какие качества необходимы будущей жене? Вопрос отрисован предполагаемому жениху, как найти себе ту жену, которая подходила бы человеку, если человек предполагается хоть жить духовной жизнью. Если он имеет высокие духовные ценности, хотел бы, чтобы и жена эти ценности имела. Разные бывают мнения на этот счет. Кто-то говорит, что жена должна быть молодой, чтобы ее можно было воспитать. Кто-то говорит, что жена должна быть жертвенной, она должна во чем-то слушаться. Ну, это понятно. Хорошо бы, чтобы она была жертвенной и слушалась во всем. Но ведь за этим должно что-то стоять. То есть человек должен что-то иметь за душой своей, чтобы ты почувствовал, что это тот самый человек, который подходит именно тебе. Начнем с того, что все-таки брак – это тайна Божия. Мы не знаем, почему Господь выбирает одного человека, другого человека и соединяет их. И если этот выбор Божий соответствует тому, что сам ищет человека, если совпадает поиск человека и благословение Божие, то все идеально соответствует, все идеально подходит. Но как поступить по воле Божией? Как поступить не по своей воле? Как не плеститься на внешнюю красоту? Как не плеститься на какие-то внешние эффекты от человека? Ну, надо обращать внимание на то, насколько человек имеет в себе благоговение, я бы так сказал. Благоговение перед святыней. Если девушка, если предполагаемая невеста знает, что такое благоговение, если она богобоязненная, то, соответственно, она будет иметь правильное расположение и к мужу. А какое это правильное расположение? Это смирение. Смирение, которое одухотворяется этим благоговением. И в Библии сказано об этом. Послание апостола Петра, первое послание. Да будет украшением вашим, он обращается к женщинам, не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, в нетленной красоте кроткого молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Продолжение следует...